Математический разминка В каждом примере ответом является буква, расставив которые в нужные ячейки, вы сможете прочитать это слово в подсказку. Итак, начнем. Первый пример. 50 плюс 450. Ответ 500. Следующий. 860 плюс 40. Получим 900. Складываем 70 и 630. Получаем 700. 80 плюс 520. В ответе 600. 360 и 40. Получим 400. Разность чисел. 890 и 730. Равна 160. 760 минус 40. В ответе 720. 240 минус 30. 210. 710 плюс 90. Получаем 800. 170 и 30. Получим 200. И последний пример. 290 плюс 10. В ответе 300. Прочитаем. У нас получилось слово «треугольник». Именно о треугольниках пойдет речь сегодня на уроке. Итак, тема сегодняшнего урока — виды треугольников. Сегодня на уроке мы научимся различать виды треугольников по длине их сторон. Давайте вспомним, что же такое треугольник. Ребята, конечно же, вы знаете, что треугольником называют геометрическую фигуру, которая имеет три стороны, три вершины и три угла. Обратите внимание на первый треугольник. Все стороны этого треугольника имеют одинаковую длину — 5 см. Треугольник, у которого все стороны равны, называют равносторонним. Следующий треугольник. У этого треугольника все стороны имеют разную длину. Треугольник, у которого все стороны имеют разную длину, называют разносторонним. Последний треугольник. Обратим внимание и сравним, что у него две стороны одинаковой длины. Если у треугольника две стороны равны, такой треугольник называют равнобедренным. Итак, треугольники бывают трёх видов – равносторонние, разносторонние и равнобедренные. Решим задачу. На уроке технологии Дима смастерил рамку в форме равностороннего треугольника, использовав при этом 15 см проволоки. Какова длина одной стороны рамки? В задаче говорится, что Дима использовал 15 см и изготовил рамку в виде равностороннего треугольника. Следовательно, 15 см – это длина всех сторон треугольника, иначе говоря, его периметр. Зная периметр треугольника, мы можем посчитать, чему равна длина каждой стороны. Для этого 15 разделим на 3, в ответе получаем 5 см. Следующая задача. Догадайся, из какого куска проволоки номера 1, номера 2 или 3 сделан каждый треугольник. Найдём периметры этих треугольников. Итак, рассмотрим треугольник А, В, С. Мы видим, что все стороны этого треугольника равны, значит, он равносторонний. Посмотрим, какая проволока разделена на 3 одинаковых кусочка. И это проволока номер 2. Рассмотрим следующий треугольник. К, Д, Е. Мы видим, что этот треугольник равнобедренный, у него 2 стороны одинаковой длины. Какая проволока подойдёт к данному треугольнику? Обратите внимание, какая из них имеет два одинаковых по длине кусочка. И это проволока под номером 1. Последний треугольник ОМТ. Обратим внимание, что он разносторонний, все стороны имеют разную длину. Конечно же, этот треугольник сделан из проволоки номер 3. А теперь найдём периметры всех этих треугольников. Треугольник К, Д, Е у нас был равнобедренный. Следовательно, складывая все стороны, мы получаем 120 сантиметров. Треугольник А, Б, С у нас был равносторонним. Поэтому нам достаточно 30 умножить на 3. Получаем 90 сантиметров. Треугольник ОМТ разносторонний. Для этого сложим длину каждой его стороны. Получим 85 сантиметров. Выполним задание номер 4 на странице 73. Но для этого, ребята, мы должны вспомнить единицы длины. Вы уже знаете, что в одном метре 100 сантиметров, а 1 сантиметр равен 10 миллиметрам. Сравним данные единицы длины. 3 метра 5 сантиметров и 5 метров 3 сантиметра. Конечно же, 3 метра меньше, чем 5 метров. Поэтому используем знак «меньше». 870 сантиметров и 10 метров. Проведем преобразование. 870 сантиметров переведем в метры. Это 8 метров и 70 сантиметров. 8 метров меньше, чем 10 метров. Поэтому нам подойдет знак «меньше». Следующее выражение. Сравним 4 метра и 398 сантиметров. Для этого 4 метра переведем в сантиметры. 4 умножаем на 100, получаем 400. 400 больше, чем 398. Ставим знак «больше». И последнее выражение. 60 сантиметров и 550 миллиметров. Здесь мы должны сантиметры преобразовать в миллиметры. Для этого 60 умножаем на 10 и получаем 600. 600 больше, чем 550. Следовательно, 60 сантиметров больше, чем 550 миллиметров. Ребята, сегодня на уроке мы узнали, какие бывают виды треугольников по длине их сторон. Давайте вспомним и подведем итог. Треугольники, у которых все стороны имеют разную длину, называют разносторонними треугольниками. Треугольники, у которых равны две стороны, называются равнобедренными. Треугольники, у которых равны все три стороны, называют равносторонними треугольниками. Пришло время записать домашнее задание. Для закрепления умения решать примеры на порядок действий, выполните задание номер 1. Для повторения алгоритма вычитания трехзначных чисел решите примеры номер 3 столбиком. Наш урок окончен. До свидания. Здравствуйте, ребята! Я очень рада встрече с вами. И, конечно, жду той минуты, когда мы снова сможем заглянуть в чудесный мир русского языка. А вы этого желаете? Тогда вперед! В мире много интересного, нам порою неизвестного. Миру знаний нет предела. Так скорее, друзья, за дело! Прочитайте текст. Жаркое южное утро. Порт на берегу Средиземного моря. Толпы пассажиров, пестрота одежд, носильщики с тележками, продавцы бутербродов и фруктов, разносчики мороженого. Из каких частей речи состоит текст? Жаркое южное утро. Что? Утро. Это имя существительное. Утро какое? Жаркое южное. Имя прилагательное. Порт? Имя существительное. На берегу? Существительное с предлогом. Средиземного моря. Что? Море. Это имя существительное. Море какого? Средиземного. Имя прилагательное. Толпы пассажиров, пестрота одежд, носильщики с тележками, продавцы бутербродов и фруктов, разносчики мороженого. Ребята, обратите внимание, сколько имен существительных в этом предложении. А также есть и союз И с предлогом С. Почему изображаемый мир неподвижен, как бы застыл? В этом тексте нет слов, которые обозначают действия предметов. Это у нас, конечно, глаголы. Нельзя сказать, что это звучит красиво. Давайте с вами посмотрим на второй текст. Наступило жаркое южное утро. В порту на берегу Средиземного моря величественно замерли громады пароходов. Повсюду толпятся пассажиры, сноют носильщики, многоголосно кричат продавцы бутербродов и фруктов, суетятся разносчики мороженого. Как изменился текст? Текст стал более эмоциональным, больше по объему. Что его изменило? А изменили его глаголы. Ребята, мы знаем, что благодаря глаголам наша речь становится более разнообразной, более эмоциональной. Глаголы обозначают действия предметов. Следовательно, в наш текст мы добавили глаголы, и появилось действие, и картина наша ожила. Посмотрите, какая большая разница была между первым текстом и вторым. Первый текст был как бы неживой, и картина перед нами предстала неживая. А когда мы с вами добавили глаголов, то мы как будто перенеслись сюда. И теперь мы с вами знаем, чем же занимались пассажиры, носильщики или продавцы бутербродов. Тема урока «Значение и употребление глаголов в речи». Вспомним, что мы уже знаем о глаголе. Глагол — это часть речи, которая обозначает действие предмета. Глаголы отвечают на вопросы «что делать», «что делал», «что будет делать» и другие. Глагол — это вторая по численности часть речи в нашем языке. Глаголы содержатся в большинстве предложений русского языка. Это своего рода сообщение о действиях предмета речи. Алексей Николаевич Толстой утверждал, что правильно подобрать глагол, значит придать речи движение. Неспроста же глаголом наши предки называли в принципе речь. Также это слово интерпретируется в словаре «Даля». Глагол может обозначать какой-либо физический труд, резать, рубить, вязать, интеллектуальную либо речевую работу, наблюдать, говорить, думать, перемещение предмета в пространстве, лететь, сидеть, состояние субъекта, ненавидеть, болеть, спать, состояние природы, похолодало, приморозило, вечереет. Поработаем с упражнением. Укажите в тексте глаголы. Однажды старичок-лесовичок гулял по лесу и вышел на полянку. На полянке рос высокий дуб. На самой верхушке этого дерева кто-то громко жужжал. Лесовичок сел на траву под деревом, обхватил голову руками и задумался. Выполним проверку. Необходимо нам подчеркнуть глаголы. Гулял, вышел, рос, жужжал, сел, обхватил и задумался. А теперь я вам предлагаю прочитать отрывок из сказки Александра Сергеевича Пушкина. Сказка о царе Салтане. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Ребята, обратите внимание на то, что каждая строчка здесь – это законченная мысль, то есть предложение. Но все они являются частями одного большого сложного предложения. И сейчас в каждой из этих частей мы найдем главные члены. Первое предложение. В синем небе звезды блещут. Что? Звезды – это у нас подлежащее, выраженное именем существительным. Звезды что делают? Блещут. Это у нас сказуемое, выраженное глаголом. В синем море волны хлещут. Что? Волны – это у нас подлежащее, выраженное именем существительным. Волны что делают? Хлещут. Сказуемое, выраженное глаголом. Туча по небу идет. Что? Туча – это имя существительное. Туча что делает? Идет. Сказуемое, выраженное глаголом. Бочка по морю плывет. Что? Бочка – это подлежащее, выраженное именем существительным. Бочка что делает? Плывет. Сказуемое, выраженное глаголом. Как видите, нам встретились глаголы. Блещут, хлещут, идет, плывет. Каждое из них в предложении является сказуемым. Работаем дальше. Открываем учебник на странице 100. Упражнение 169. В данном упражнении нам надо в первую очередь прочитать, а потом определить, к какой части речи относятся слова каждой строки. Прочитаем первую строку. Художник, строитель, доктор, учитель, швея, маляр. Это у нас слова, которые отвечают на вопрос «кто?», следовательно, имена существительные. Вторая строка «учит», «шьет», «лечит», «красит», «строит», «рисует». Это слова, которые отвечают на вопрос «что делают» или «что делает». Это глаголы. Ребята, давайте мы с вами из данных слов составим нераспространенные предложения. Вы должны помнить, что нераспространенные предложения состоят только из главных членов предложения – подлежащего и сказуемого. Выполним проверку. Кто? Художник. Это у нас подлежащее, выраженное именем существительным. Художник что делает? Рисует. Это сказуемое, выраженное глаголом. Строитель строит. Кто? Строитель. Это подлежащее, выраженное именем существительным. Строитель что делает? Строит. Сказуемое, выраженное глаголом. Доктор лечит. Кто? Доктор. Доктор что делает? Лечит. Сказуемое, выраженное глаголом. Учитель учит. Кто? Учитель. Подлежащее, выраженное именем существительным. Учитель что делает? Учит. Сказуемое, выраженное глаголом. Швея шьет. Кто? Швея. Это подлежащее, выраженное именем существительным. Швея что делает? Шьет. Сказуемое, выраженное глаголом. Маляр красит. Кто? Маляр. Это у нас подлежащее, выраженное именем существительным. Маляр что делает? Красит. Сказуемое, выраженное глаголом. Ребята, наше знакомство с глаголами на этом, конечно, не закончилось. Впереди еще очень много интересного, но вы это узнаете на следующем уроке. Подведем итоги. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предметов и отвечает на вопросы, что делать, что делает, что будет делать. Глаголы в речи передают движение, действие, состояние. Предложение глагол чаще всего является сказуемым. А теперь мы переходим к домашнему заданию. Открыв учебник на странице 102, вы найдете упражнение 172. Пользуясь теми знаниями, которые мы закрепили сегодня, вам необходимо выполнить следующее задание. Внимательно прочитайте задание этого упражнения. Запишите предложение, вставляя пропущенные глаголы. Составьте предложение о действиях других предметов. Думаю, что с этими заданиями вы справитесь на пять. Желаю вам удачи. До встречи на следующем уроке. Здравствуйте, ребята. На прошлом уроке мы с вами знакомились с творчеством Сергея Михалкова и с его стихотворением «Если». Вам надо было выразительно его прочитать и немного пофантазировать, нарисовать рисунок. Я уверена, что если бы мы сейчас собрали все ваши рисунки, у нас бы получилась замечательная выставка. Ну а наш урок мы начнем с речевой разминки. Повторяйте за мной. А сейчас, пожалуйста, посмотрите на экран и попробуйте слова собрать. Из этих букв, и так вы поймете, о ком мы сегодня будем говорить на уроке. Кукушка. Правильно. Котенок. Молодцы. А знаете ли вы что-нибудь о кукушках? Да, на окружающем мире мы о них говорили. Вспомним, что разные виды кукушек имеют разные размеры. У большинства видов, которые принадлежат к этому семейству, масса едва ли достигает 100 граммов, а длина не превышает 40 сантиметров. Многие кукушки – это гнездовые паразиты, то есть они подкидывают свои яйца в чужие гнезда. Птенцы всех видов кукушек появляются на свет беспомощными. Они слепые и голые. Обыкновенная кукушка – это полезная птица. Она быстро находит места массового скопления и размножения вредных насекомых и способствует подавлению опасного очага. Ну, не зря мы поговорили о кукушках, потому что тема нашего урока – любовь к животным в стихах Благининой «Кукушка и котенок». На этом уроке мы с вами познакомимся с Еленой Благининой и ее стихотворениями «Кукушка и котенок». Будем правильно и выразительно читать эти стихотворения и передавать свое отношение к прочитанному. Над рожью дождиком примятой Стоит денек почти сквозной Орловский ветер пахнет мятой Полынью, медом, тишиной Это строки, которые написала Елена Александровна Благинина. Родилась она 27 мая в 1903 году в селе Яковлево Орловской губернии. Училась в Курской Мариинской гимназии и Курском пединституте. В 1925 году окончила Высший литературно-художественный институт имени Брюсова в Москве. Елена Александровна посвятила всю свою жизнь детской поэзии. Она работала в журналах «Затейники», «Мурзилка», напечатала более 40 книг и всегда пользовалась признанием. Умерла на 24 апреля 1989 года. Посмотрите на книги Благининой. Ну а сегодня мы познакомимся с ее стихотворением, которое называется «Кукушка». Слушаем внимательно. «Кукушке голос заунывный Под стать неяркому деньку, Просто сердечный и отзывный С утра до вечера ку-ку. То близко, то далеко где-то Гуляет по всему леску, И тихо расцветает лето Под это милое ку-ку. Чуть пахнет перегретой смолкой, Лицо подставив ветерку, Лежу, блаженствую под елкой И слушаю ку-ку, ку-ку. Итак, проведем словарную работу И разберем сложные слова. Блаженствую – это значит отдыхаю. Простосердечный, то есть добрый. Отзывный – это устаревшее слово, означает звучащий или произносимый в ответ на что-либо. Итак, в этом стихотворении Автор рисует нам красивую картину Душистый хвойный лесок, Ласковый летний ветер, Герой лежит на мягкой травке И слушает песню ку-кушке. Оно легко переносит нас В солнечный летний полдень И позволяет нам своими ушами Услышать все те звуки, Которыми богат русский лес. Этого эффекта автор достигла Благодаря игре звуков Ку-ку, который повторяется После каждого четверостишья. В этом произведении есть все, Чтобы перенести наше воображение В атмосферу солнечного тягучего летнего дня. Оно наполнено голосами птиц И пением ветерка. Можно вдохнуть его запах, Увидеть мысленным взором Милый сердцу и родной пейзаж. Но мы переходим к следующему стихотворению Благининой. Оно называется «Котенок». Я нашла в саду котенка. Он мяукал тонко-тонко. Он мяукал и дрожал. Может быть, его побили? Или в дом пустить забыли? Или сам он убежал? День с утра стоял ненастный. Лужи серые везде. Так и быть. Зверек несчастный? Помогу твоей беде. Я взяла его домой, накормила досыто. Скоро стал котенок мой. Загляденье просто. Шерсть, как бархат, хвост трубой. Да чего ж хорош с собой. Итак, посмотрите внимательно и найдите метафору в этом стихотворении. Правильно, хвост трубой. Проведем словарную работу. Бархат, имеется в виду в переносном значении. Это то, что мягкостью и нежностью или густотой цвета напоминает такую ткань. Бархат. Загляденье. Кто-либо или что-либо, отличающееся необыкновенной красотой. На кого или на что можно заглядеться, кем или чем можно залюбоваться. И досыто. До насыщения, до сытости. То есть вдоволь. Итак, стихотворение котенок описывает нам хороший поступок маленькой девочки, заслуживающей поощрения. Пусть он и будничный, но он, возможно, станет привлекательным примером для многих ребят. Оно учит нас сопереживать и брать на себя ответственность и любить животных. Дома, ребята, вы должны будете выучить на этот раз любое из понравившихся вам стихотворений. Они находятся на страничке 118-119 вашего учебника. Ну, давайте подведем итог. На этом уроке мы познакомились с биографией Елены Александровны Благениной, с ее стихотворениями «Кукушка» и «Котенок». Прочитали о детях, которые относятся с любовью к природе, к животным, к птицам. Передавали свое отношение к прочитанному. Но урок мне хотелось бы закончить этими строками. Стремитесь животных защищать, они ведь братья наши. Стремитесь чуть-чуть добрее стать. Мир этот сделать краше. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания, ребята. Субтитры подогнал «Симон»